Партии Шор остались вне президентской гонки. Сегодня Высшая судебная палата оставила в силе решение Центризбиркома, которым отклонила заявку на регистрацию избирательного блока «Виктория Победа», сформированного Илоном Шором в Москве специально для осенних выборов. Не у дел оказались Валерий Плешко, выдвинутый ЕСДП и независимый кандидат Василий Тарли. А вот Василий Боля, получивший «нет» от ЦИКа, попытался объясниться. ВСП признало неприемлемым обращение партии из политического блока «Виктория Победа», в котором они просили отменить решение Центральной избирательной комиссии. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. В ЦИКе ранее поясняли, что название блока схоже с названием уже зарегистрированной партии «Победа», одного из политформирований, входящих в состав собственно этого избирательного блока. Более того, ЦИК отклонила заявку на регистрацию инициативной группы по поддержке кандидатов в президенты Василия Боли, которого ранее поддержал блок «Виктория Победа». Причина связана с его статусом члена партии, несовместимым с условием выдвижения в качестве независимого кандидата. Согласно опубликованной публичной информации политической партии «Возрождение Шанс», политическая партия «Альтернативная сила спасения Молдовы» и партия «Победы», имевший намерение создать блок, выдвинули кандидатом Василия Болю, что противоречит заявлениям просителя. В ответ Василий Боля заявил об отказе от членства в партии. Центр избирком также отменил решение по заявлению о регистрации инициативной группы в поддержку Василия Тарлева, заявившего ранее о намерении баллотироваться независимым кандидатом. Среди нарушений члена ЦИКа назвали тот факт, что он не проинформировал вовремя Агентство Госуслуг о своем отстранении от должности председателя партии «За будущее Молдовы». ЦИК также обнаружила несоответствие сбора подписи в поддержку Тарлева. Граждан призывали расписаться за бывшего премьер-министра возле офиса партии «За будущее Молдовы». В инициативной группе с обвинениями не согласились. Решение можно обжаловать в течение трех дней. Сегодня же апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение Центральной избирательной комиссии не регистрировать инициативную группу, которая должна была собирать подписи за кандидата от Европейской социал-демократической партии Валерия Плешки. Там решение назвали абсурдным и необоснованным. В то же время ЦИК одобрил регистрацию инициативной группы другого кандидата в президент Александр Арсеньев. Также сегодня «Зеленая экологическая партия» зарегистрировалась в качестве участника республиканского конституционного референдума.